Ребенок научился ходить, потом говорить. Он радует нас своими высказываниями, впечатляет успехами. Но вдруг пинает кошку ногой во дворе, или топит в тазу хомячка, или кидает камень в птицу. Став родителями, мы часто не понимаем причины детской агрессии, и реагируем на нее неправильно, либо не реагируем на нее вообще. Здравствуйте, меня зовут Мария Филинкова, и сегодня мы вместе с этими прекрасными друзьями расскажем вам обычную историю о том, как вовремя заметить детскую жестокость и не пустить ее в детские сердца. Лабрадор Кэнди с удовольствием приветствует свою маленькую хозяйку Элю. Вместе они уже больше трех лет. Когда у Эли родилась младшая сестра Соня, родители решили усилить ощущение счастья еще и собакой. Я, например, не беспокоюсь, если девочки с ней во дворе. Она и защитит, если что, и проследит. В других местах ведь тоже дети могут и так же испачкаться, и в песочнице, и где-то еще. Но нигде они не получат таких положительных эмоций, как с собакой, с домашним животным. Не знаю, это очень важно. Это такое общение, это такая преданность. Кэнди спокойна. Здесь ее любят не как живую игрушку. Это очень важный момент, ведь нередко животное заводят просто для развлечения малыша. Объяснять ребенку даже очень маленькому, что животному больно, ему трудно дышать или оно не умеет плавать, нужно обязательно. Ласка, ведущая к душу. Очень часто так бывает. Котята, цыплята или же черепаха. Вот я хочу, чтобы она в этот момент с ней поиграть, значит, я беру и стучу панцирем, использую какие-то. То есть она должна в этот момент со мной играть. То есть, опять же, если родители не прореагируют, то есть вплоть до изоляции на несколько часов контакта с животным, то есть очень важно в этот момент показать, как играть, как ласкать. Красавец Карелла, еще один питомец этой семьи, полностью согласен. Он видел, как Эля, когда мамы не было дома, спасала из аквариума только что появившихся на свет мальков. Я сразу испугалась, потому что вот эти вот рыбы, они грязные, и они их гоняли, и они их едят. Мама сказала, клови их в пивной стакан, потому что они выросли очень. И мы их вот отловили сюда. И вот эта вот маленькая, которая ела, это ее дочка. Почему один ребенок спасает животное, а другой причиняет боль? Психологи делят жестокость на неосознанную и осознанную. Неосознанное чаще встречается у детей в старшем дошкольном возрасте. Им движет чаще всего любознательность и непосредственность. Иногда наносит исследовательский характер. Ну, например, если лишить ящерицу хвоста, отрастет ли новый. Ничего в этом хорошего нет, но тем не менее объясняется в этом в смысле поведения ребенка. Если просто запретить, останется нереализованное желание. Поэтому вместо того, чтобы разобрать рыбку на запчасти, можно прочитать энциклопедию про речных обитателей или посмотреть фильм. Другое дело жестокость осознанная. Когда ребенок целенаправленно причиняет вред другому, всегда более слабому, получает этого удовольствия и не испытывает чувства вины. Если в окружении ребенка, в семье, в коллективе он постоянно сталкивается с агрессией в свой адрес и унижением, оскорблением, физически какие-то издевательства, норма, то он обязательно будет искать объект более слабый. Родители должны очень внимательно отнестись к подобного рода проявлениям и не игнорировать даже малейшие проявления жестокости. Очень важно остановить в этот момент, оценить поступок, проговорить. Нужно дать понятие, что это тоже живое существо, ему тоже больно, что надо быть другом животным, и тогда животное будет дружить с тобой, ласково с тобой обращаться. А теперь внимание родителей. Первые признаки жестокости в ребенке. В любом случае это будет какая-то агрессия. Она может быть не всегда физическая, она может быть вербальная на уровне речи слов, частая раздражительность, сниженный фон настроения, и причинение вреда в виде бросания предметов, хлопания дверьми. Наблюдаем внимательно. Выгрев школу, очень часто присутствует то состояние, которое ребенок переживает. То есть, либо все ученики получают двойки в его школе, то есть, либо он изображает роль авторитарного учителя, ситуация, которая тоже, возможно, вводит его в некоторое состояние напряжения. Либо игрушки обижают друг друга. В этом случае очень важно научить ребенка способом выражения агрессии. То есть, что это может быть не конфликт, не удар. То есть, можно подышать, можно разорвать бумагу, можно нарисовать злой рисунок, можно иметь для мальчиков очень хорошо грушу боксерскую дома. С другой стороны, обращайте внимание ребенка как на красоту и мудрость природы. Все в ней взаимосвязано, неповторимо и логично. Так и на пользу, которую приносят животные человеку. Собаки могут найти пропавших людей, кошки облегчают боль и успокаивают. Историю о том, как гуси спасли Рим, второклассник Аркаша пока в школе не проходил, но зато легко может пасти и накормить этих не всегда сговорчивых питомцев. А потом потратить полчаса не на компьютерные игры, а на наблюдение за тем, как вылупляются утята. Я вижу, как вылуплялись они минут 30 головкой вот так, прям бум-бум. И потом я увидю, как первый утенок на свет появился. А мама вот так, ну их утка появилась, вот так, утенка. Важно дать понять ребенку, что любить животное – это не только гладить его. Надо уметь вставать на его защиту, не нарушать его покой, не вмешиваться в его жизнь и, конечно, уметь за ним ухаживать. И тогда в ответ ты получишь бесценный подарок. Собаки и кошки дарят любовь. Прихожу со школы, она летает, прям прыгает на меня. А я вот так падаю прям. Всегда помните, ребенок может проявить жестокость, но это не обязательно означает, что он вырастет склонным к насилию. Все во многом зависит от реакции взрослых. Агрессия к животному легко трансформируется в агрессию к человеку. И не обязательно постороннему, а чаще всего к самому близкому. Природу надо беречь, потому что она добрая к нам всегда. А некоторые люди злые, ее уничтожают, а надо беречь ее наоборот. Тогда если человек добр, значит природа добрая. Как мы уже поняли, агрессия и жестокость – это накопленные негативные эмоции. Для их выплеска психологи советуют завести в доме коврик злости. Ну, не обязательно такой гладкий, как у меня, можно шершавый, из грубых ниток. Основная идея в том, что ребенок здесь может выплеснуть свой гнев, потопать, постучать кулаками, крикнуть громко, попрыгать. Ну, примерно таким же свойством обладает боксерская груша. Мамам и папам в конце рабочего дня тоже рекомендуются пройтись по такому коврику, прежде чем спрашивать Чада, как дела в школе. Помните, как у Жванецкого? Добро всегда побеждает зло, поэтому кто победил, тот и добрый. Но на самом деле мы учим детей доброте и очень надеемся, что жить они будут среди детей с таким же отношением к жизни. Так вот, этому в частности способствует областная программа «Доступная среда». На сегодняшний день государственная программа «Доступная среда» очень активно работает. На это выделяются федеральные областные деньги, средства местных бюджетов. На сегодняшний день более 200 школ Ростовской области уже адаптированы под потребности детей с ограниченными возможностями. Конечно, это делается в первую очередь для того, чтобы дети, наши особенные детки, наравне со здоровыми детьми получали знания непосредственно в образовательной организации. Хорошо это еще и для здоровых детей, потому что они привыкают и понимают, что нужно помогать таким детям. И уже вырастая в своей взрослой жизни, они уже не будут коситься на человека в коляске. Они будут понимать, что ему нужно в какой-то момент просто протянуть руку помощи. Это в том числе и хорошая такая работа по социализации как детей инвалидов, так и здоровых детей. Животные, безусловно, позитивно влияют на психику ребенка, успокаивают, лечат, любят. Я прям чувствую, как вы в низком старте уже с решением завтра же завести себе какого-нибудь домашнего питомца. Вперед! Но не спешите. Вот вам еще пара минут на раздумье. Пошли, пошли, Джим, вперед, вперед! Пока наш ветеринарный врач, Вадим Юрченко, мне расскажет, к чему надо быть готовым, когда в доме появится новый член семьи, чтобы потом не услышать от ребенка. Не хочу, не буду ухаживать, кормить и выгуливать. Правда, Джим? Вместе с нашим экспертом мы условно разделили животных на три группы. Первая – кошки и собаки. Самая терпеливая, стрессоустойчивая и контактная. Собаки – это, само собой, это вообще компаньон и друг, с которым вы должны будете гулять утром и вечером. Это ежедневное вычесывание шерсти. Может быть, даже два раза в сутки влажная уборка помещения. Дегерметизация – это обработки от глистов, потому что контакт напрямую будет проходить с животным. Обработки от клещей, блох и, само собой, вакцинация. Чаще всего балуют, конечно, продуктами, теми, которыми не нужно баловать. Это очень жирная пища, высокоуглеводистая. Это приводит к серьезным нарушениям работы вообще организма в целом. Нужно быть готовым еще к финансовым затратам в виде ущерба домашнему имуществу, мебели, может быть, к каким-то любимой обуви. Привыкать нужно будет в определенное время, в период полового созревания, может быть, к специфическому запаху. И в дальнейшем, конечно, определяться нужно будет вам или же с кастрацией, либо с стерилизацией. О последнем пункте ветеринары призывают не беспокоиться и не отождествлять свои ощущения с ощущениями животных. Отсутствие потомства переносится ими более чем спокойно. Вторая группа – птицы. Конечно же, прежде всего, волнистые попугаи, кореллы и канарейки. Они также очень общительные. Их даже рекомендуют при нарушениях речи. Основа – это дезинфекция клетки, помещения. Основа – это уход и всегда наличие кормов, качественных кормов. Очень большое внимание нужно уделять расположению предметов в клетке. Оно не должно меняться, иначе настроение у птицы тоже меняется. Любые перестановки могут приводить к стрессу птицы. Солнышко, хорошая погода. Берут птицу, которая стояла на холодильнике, что тоже нельзя делать. Она должна стоять в дальнем углу от окна. Вместе. Ставят на балкон, открывают окна и все. Прямой свет лучей, сквозняки. И птица после этого начинает болеть. Это очень социальное животное – попугай. Тут оно должно находиться именно на уровне глаз самого владельца. Потому что если находится ниже, то он чувствует давление со стороны владельца. А если выше, то он становится главным в семье. Попугай может ошкодить. Очень любят они обои, наличники дверные, занавески. В общем, все это может быть поднагрызано. Под шкодный клюв может попасть и любимый рисунок, и тетрадь с пятеркой. Лучше, если ребенок будет к этому готов заранее. И, наконец, третья группа – популярные грызуны, кролики, хорьки, хомяки и шиншиллы. Менее контактные. С ними нужно играть. Они и с вами играть не будут. Ребенок возраста менее, может быть, четырех лет, играя с этим животным, может его травмировать. У них бывает такое смешанное содержание – и клеточное, и свободно выгульное. Обязательно один раз в сутки животное должно гулять. Два раза в неделю обязательно дезинфекцию проводить. Это с полной высадкой питомца, кипячением. Карусели, в которых они бегают, и лабиринтов. У кроликов шиншилл. Распространенная проблема – это удары электричества. Они прогрызают изоляцию. Это все дело нужно прятать. Не секрет, что не всем животным повезло с хозяевами, домом, питьем и кормом. И в нашем городе, к сожалению, немало бездомных никому не нужных – собак и кошек. И вот сейчас самое время вспомнить о доброте и об ответственности нам, взрослым. Ведь мы можем помочь вместе замечательному ростовскому проекту «Собачий патруль». Стая бездомных собак давно беспокоит общественность. Одним людям они мешают жить, другие их жалеют. Эти и другие заинтересованы, чтобы с улиц Ростова исчезли бродячие животные. Решить этот вопрос гуманно предлагает проект «Собачий патруль». Активисты разработали четкий план действий. И хотят построить на окраине города современный центр вакцинации и стерилизации собак. Здание, в котором будут помогать тысячам бездомных животных, сейчас выглядит неприглядно. После реконструкции это будет современный центр вакцинации и стерилизации с профессиональным операционным оборудованием, мини-приютом и площадкой для выгула собак. Помещение площадью 850 квадратных метров предоставлено на благотворительной основе. И это уже полдела. Теперь нужно реализовать проект, в котором все продумано до мелочей. От благоустройства территории и условий содержания животных до ведения учета лохматых пациентов. Каждая собака при входе будет, на нее будет надеваться браслет с номерком, скан-номер. Будет сразу фотографироваться. В базе мы будем видеть, откуда привезена собака, с какой стаи привезена собака, когда ей сделали операцию, какой врач ей сделал операцию. Сергей Меньшиков сам вложил сюда полмиллиона рублей и собрал группу активистов, которые целый год работают над проектом бесплатно. Теперь планы грандиозные, а напор, с которым организаторы берутся за дело, не оставляет шансов неудачи. Инициаторы уверены, всего за два года работы количество бездомных животных в Ростове и пригороде сократится примерно на 50%. После восьми лет поголовной стерилизации встреча с бездомышем на улице будет сведена к нулю. За год здесь смогут стерилизовать до 10 тысяч бездомных и домашних животных, причем совершенно бесплатно. Будет очень льготная цена для населения. Эта цена будет составлять 0 рублей. Это, по-моему, льготная цена, да? Это 0 рублей. То есть за 0 рублей мы будем делать стерилизацию любой собаки, вне зависимости от социального статуса ее владельца. Штат рассчитан на 30 человек. 5 хирургов, водители, ловцы, технический персонал и администратор сайта, на котором будут размещать материалы для тех, кто хочет забрать бездомыша домой. Содержать центр инициаторы планируют на государственные деньги. По их мнению, те средства, которые сейчас выделяют для отлова и утилизации собак, полностью покроют расходы по зарплатам и остальным нуждам. Мы сейчас открыты, мы сейчас полностью зависим от того, как нас будут поддерживать люди, как быстро мы сможем собраться и как быстро из этого здания мы сможем сделать готовый к работе центр массовой стерилизации и вакцинации. Для того, чтобы с нуля создать идеальную систему по отлову и стерилизации собак, нужна как минимум 10 миллионов рублей. Для старта на благотворительной платформе «Планета» организован сбор пока двух миллионов. Частью проекта, который спасет тысячи жизней несчастных животных, уже стали сотни человек из Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга и, конечно, Ростовской области. Многие родители считают, что чтение, как вид воспитания и развития, устарело. Но педагоги и психологи единогласно выступают за книги на ночь и уверяют, что лучшего способа завершить день не существует. Сегодня, честно сказать, я разрываюсь между желанием рассказать о книге или об ее авторе. Ну, попробую совместить. Начну с автора. Его зовут Джеральд Даррелл. И на самом деле он больше не писатель, а на самом деле он английский зоолог, которому для его экспедиции в дебрии Африки, джунгли Амазонки и еще в такие малоизвестные туристические места требовались деньги, и литература стала их источником. И в России его больше знают именно как писателя, а не как зоолога. Даррелл написал целую серию книг о животном мире, его хрупкости, уникальности, многообразии, о том, что именно человек, наделенный разумом и властью, должен делать все, чтобы сохранить и сберечь природу. В 1963 году Джеральд Даррелл основал фонд охраны дикой природы, который находится на острове Джерси в проливе Ла-Манш. И ставит задачи не развлечь публику, потому что, по сути, это зоопарка, а сохранить редкие виды животных. В качестве эмблемы зоопарка основатель выбрал дадо или маврикийского дронта, птицу, истребленную человеком в 17 веке. И вот всю свою потрясающую жизнь Даррелл описывает в книгах, но, в отличие от многих других книг этого жанра, наполняет своим потрясающим юмором. Теперь о книге. Начинать читать эту серию лучше с произведений, в которых Даррелл описывает свое детство на греческом острове Корфу. Ему было около 10, когда семья уехала из промозглого сырого Лондона в солнечную Грецию. Называются эти книги «Моя семья и другие звери», «Птицы, звери и родственники» и «Сад богов». Здесь и его верный друг, терпеливый, обожающий виноград, пёс Роджер, и маленькие совята, которым мама не пожалела последних кусков мяса, оставив остальных членов семьи без полноценного ужина, и крик старшего брата Ларри, когда Джерри забыл вытащить из ванной свежепойманных змей, и еще много-много смешных историй. Вообще, Даррелл не раз пожалел, что пустил на страницы свою семью. Очутившись на бумаге, они принялись укреплять свои позиции и наприглашали с собой всяких друзей. И вот, на мой взгляд, ценность этой книги в том, что, с одной стороны, она воспитывает в нас любовь к природе вообще, их животному миру в частности, а с другой – дарит доброе, светлое, главное, постоянное ощущение семьи, уютного дома, горячего ужина, поддержки и спокойствия. Это потрясающее сочетание, поэтому желаю вам искренне приятного времяпрепровождения с этой семейкой Даррелов. На сегодня все. Программа «Наши детки» ждет вас в следующем среду в 20.30 на телеканале «Дон-24». Пишите, звоните, нам интересен ваш опыт, ваши обычные истории, ваши прочитанные книги. Главное, помните, детство – это… Веселье, радость, удовольствие и счастье. Можно кататься на велике, гулять, где хочешь, свои правила на гулянке устраивать. И оно очень быстротечно, поэтому давайте не будем его торопить. До встречи. Ну, конечно, у меня съели сыр. И все убежали. Муфтар, прости. Давай еще разочек, пожалуйста. Главный, два, три! Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok